Все преследовали цель возобновить работу в Кремле сочли неуместным говорить о победителях на саммите в Париже. 11 декабря 2019 года, 15-1 Георгий Масалов, Анастасия Румянцева, Кирилл Горшенин в Кремле считают неуместными разговоры о победителях или проигравших по итогам саммита в нормандском формате в Париже. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста. Он отметил, что стороны преследовали одну задачу – возобновить работу по урегулированию конфликта в Донбассе. Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в беседе с президентом России Владимиром Путиным назвала его победителем саммита. А украинский президент Владимир Зеленский оценил свои переговоры с российским коллегой как ничью. Говорить о том, что на нормандском саммите в Париже были победители или проигравшие, неуместно, считают в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что лидеры четырех стран – России, Украины, Германии и Франции – преследовали важную цель – возобновить работу по урегулированию конфликта в Донбассе. «Наверное, неуместно говорить о том, кто был победителем, кто был проигравшим на этом саммите, потому что все преследовали одну цель – возобновить работу нормандского формата после длительного перерыва, возобновить реальные усилия по поискам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины», – сказал Песков. Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на журналистов, присутствовавших на саммите, сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, обращаясь к президенту России Владимиру Путину, назвала его победителем. «Сегодня ты победитель», – цитирует канцлера газета. По данным издания, Меркель сказала это Путину, когда лидеры шли на пресс-конференцию. Напомним, саммит прошел вечером 9 декабря в Париже. В нем приняли участие лидеры стран нормандского формата – российский, украинский и французский президенты – Владимир Путин, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель. Также по теме. Стороны сблизили позиции. Как прошел саммит в нормандском формате Россия, Украина, Германия и Франция договорились способствовать режиму прекращения огня, в Донбассе, работать надо освобождением всех. Саммиты нормандской четверки на высшем уровне не проводились уже более трех лет, вместо этого встречи или проходили в неполном составе, или были представлены на уровне министров и в формате телефонных переговоров. Победивши стороной надо считать население Донбасса, убежден сенатор Совета Федерации от Крыма, член Комитета по международным делам Сергей Цыков. В переговорах в многосторонних форматах, двусторонних форматах сложно говорить о каких-то победителях. В конце концов, речь идет о народе, который сегодня испытывает трудности, я имею в виду народ Донбасса. Продолжают гибнуть люди. «Я думаю, что в результате выигравшим все-таки окажется народ Донбасса», сказал он в беседе «С.А.Т.И.». Сама постановка вопроса «Кто победил на саммите, а кто проиграл?» «Неправильно», считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований и меморан Владимир Оленченко. «Лидеры четырех государств, которые встречались в Париже, не преследовали цель какого-то состязания или соперничества между собой в вопросах ведения переговоров или в решении политических вопросов», сказал он «А.Т.И. Цель была другая – подтвердить выполнение минских договоренностей, продолжить процесс, который начался, и тем самым помочь стабилизации обстановки на Украине. Процесс развивается в правильном направлении в ходе пресс-конференции по итогам встречи лидера в целом положительно оценили состоявшиеся переговоры». Путин, отвечая на вопрос журналиста, отметил, что можно говорить о некотором потеплении в вопросе прекращения конфликта в Донбассе. «Во-первых, уже произошел обмен удерживаемыми лицами. Это же состоялось. Мы добились развода сил в трех точках. Это состоялось. Мы встретились сейчас в нормандском формате и обсудили очень важный, широкий круг вопросов, и по многим из них достигли прогресса. Это состоялось. Поэтому все это вместе дает нам основания полагать, что процесс развивается в правильном направлении», – сказал президент России. «Схожую оценку переговорам дал Зеленский. По словам украинского лидера, тот факт, что удалось провести саммит после длительного перерыва, является позитивным сигналом. Стоит отметить, что на полях саммита прошли и двусторонние переговоры. Состоялась и первая личная встреча Путина с Зеленским. Зеленский оценил и ее итоги. «Я не знаю, кто кого. Сейчас правильно быть дипломатом. Пока мы только начали говорить. Давайте пока скажем, ничего», – прокомментировал двустороннюю встречу президент Украины. Сами переговоры с Путиным он охарактеризовал как сложные, однако отметил, что сторонам удалось договориться по некоторым пунктам. Она, встреча с российским президентом, должна была быть 20 минут, а длилась около часа. Состояла из двух частей. Сначала мы были все вместе, а после тет-а-тет. Можно ли договариваться? Сложно, но сегодня были моменты, когда мы в чем-то договорились. По некоторым вещам, пояснил украинский лидер. Совместное заявление и напомним, по завершении саммита в нормандском формате было принято совместное заявление об урегулировании конфликта в Донбассе. Оно состоит из трех пунктов. Первый посвящен незамедлительным мерам по стабилизации ситуации в зоне конфликта. В частности, все стороны выступили за полное прекращение огня до конца этого года. Также в рамках трехсторонней контактной группы в Минске будут созданы три дополнительных участка разведения вооруженных сил. Помимо этого, лидеры призвали группу в Минске до конца года реализовать обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех». Для улучшения гуманитарной ситуации также будут созданы новые пункты перехода через линию соприкосновения противоборствующих сторон. Второй пункт касался выполнения политических положений Минских соглашений. В этой части речь идет о требованиях к украинской стороне. Киев должен согласовать в нормандском формате и в трехсторонней группе детали закона об особом статусе Донбасса, чтобы обеспечить его действия на постоянной основе. Кроме того, лидеры убеждены, что так называемая формула Штайнмайера в той версии, в которой она была принята 1 октября в Минске, будет имплементирована в украинское законодательство. Третья договоренность касается дальнейших действий в рамках нормандского формата. Так, лидеры условились, что их министры иностранных дел и политические советники обеспечат реализацию вышеупомянутых договоренностей. Следующий саммит на высшем уровне договорились провести через 4 месяца. Он будет посвящен вопросам безопасности и политическим условиям для организации местных выборов в Донбассе.